Коллеги, рядом со мной Ирина Сивачева, компания Экомаркет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте пообщаемся немножко о Экомаркете. Как вы себя чувствуете? Все замечательно, спасибо. Экомаркет процветает, и мы все вместе, всей командой. Экология, тема экологии, ЗОЖа и так далее, эта тема росла из года в год. И сейчас, как у профессионалов этого рынка, хочется у вас узнать, как сейчас обстоит дело в наше время. Ну, этот тренд был всегда, и ЗОЖ, органика, здоровое питание, это все в тренде. И как раз сейчас была сессия, может быть, она даже и продолжается. Там как раз рассказывают о том, что на полке обязательно должны присутствовать эти товары, о том, что матрицы многих поставщиков пытаются сузить и часть товаров убрать из ассортимента, так как все-таки это по цене уже намного дороже, чем обычная продукция. Но потребитель, он все равно голосует правильным питанием. Поэтому тут нужно поставщикам иметь возможность сбалансировать ассортимент этой продукции. Да, насколько сейчас пострадала эта индустрия? Потому что, я так понимаю, эко все равно это чаще всего продукты с небольшим сроком годности, и скорее всего все поставщики обычно это были наши какие-то хозяйства. Уход каких-то западных партнеров повлиял ли на эко-рынок? Ну, тут скорее всего влияют ингредиенты некие европейские, которые там не могут привезти, и поэтому часть продукции просто сейчас заморожена, ну, не производится. Все равно находят варианты, пересматривают рецептуры и продукты выпускают. В принципе, я бы не сказала, что очень серьезно пострадал. В интервале февраль-март, конечно, скачок доллара, он показал, что эти продукты, многие из этих продуктов стали дороже. Сейчас тенденция возвращается, ну, в принципе, мы старались держать. Мы для себя приняли решение, что мы основную часть корзины сбалансированной, мы держим, пускай за счет себя, но по определенной цене. И покупатель это оценил и возвращается к нам обратно. Замечательно. Может быть, поделитесь еще какими-то трендами эко-рынка? Сейчас тренд, вот об этом говорит как раз и конференция, это СТМ, собственная торговая марка. То есть потребитель доверяет собственной торговой марке разного ритейлера, да, и гроссери, и просто сетей о том, что если написано СТМ там сети, то это значит проверено, то есть в этом можно быть уверенным. И мы на своем опыте видим, что если наша торговая марка, то покупатель больше покупает, да, по статистике собственная торговая марка продается больше, чем бренды, как бы, поставщика. И это не только у нас. Сегодня я нашла подтверждение этому, что на самом деле это тренд, и в этом направлении нужно идти. Самое главное – не упаковывать непонятно что вовнутрь и не обманывать потребителя, чтобы потребитель, если он увидел собственный торговый марк, если он попробовал и доверяет, что мы держим это качество при любых обстоятельствах, и покупатель знает, все, вот написанное СТМ я беру, и это продукция отличного качества. Правильно я понял, что, например, если мы не говорим о экопродуктах, да, люди хотят видеть цену, поэтому можно выбрать что-то плохие ингредиенты, сделать ниже себестоимость, при этом оставить ценник примерно на одном и том же уровне, но изначально эко-рынок и вообще эко-продукты – это такая история, когда люди голосуют рублем изначально за качественные продукты, и даже если сейчас в наше время цена пойдет немножко вверх, все равно покупатели, которые хотят заботиться о своем здоровье, все равно выберут этот продукт, потому что знают ему цену. Да, но потребитель все равно сейчас выбирает. Он такая смешанная потребление, он не только в эко-маркете покупает, он часть продукции может найти в самокате, часть продукции он найдет в магните у дома, там еще где-то. И поэтому, если кто-то начинает юлить ценой, да, завышать цену, то потребитель он, пускай не сразу, но через какое-то время поймет. И он часть будет тут покупать, часть в другом месте. Наша задача, чтобы потребитель максимально мог купить у нас, доверял нам, и по цене мы для него были стабильно привлекательны. То есть мы работаем над этим, мы развиваем свой СТМ, мы развиваем, но не раздуваем матрицу. То есть для нас важно, чтобы потребитель не запутался в том предложении, которое мы ему даем. Мы ему говорим, не переживайте, любимый наш клиент, мы все подготовили для вас, мы собрали ту матрицу, из которой вы можете выбирать свою корзину на любое ваше мероприятие. Спасибо вам большое за интересное общение и удачи в вашей работе. Спасибо и вам того же. Субтитры сделал DimaTorzok